Хочу с вами обсудить одного человека, которому вы там пару раз говорили, об этом симпатизируете. Максим Канц дал большое интервью, где много раз подчеркивал, очень много раз подчеркивал, что он считает, что настоящая журналистика – это быть между теми, кто за и кто против, между двумя странами воюющих. Да, говорит он, мы против этой войны. Мы против того, что Россия вторглась в Украину. Но мы не будем принимать ничью сторону, потому что настоящие журналисты делают так. Вот как вы к этому относитесь, Михаил? Во-первых, Максим Кас не является журналистом. Он, по-моему, никогда в жизни на это не претендовал. Поэтому меня удивляет, что если он журналист... Ну, блогер, блогер, хорошо, скажем. Нет, он никогда, он все время говорил, что он политик. Он же говорит, что он политик. Постоянно это подчеркивает. Когда называют блогером, он говорит, нет, я политик. Ну да, он политик из страны Навального. Он много с этим, так сказать... Он там расстался с Навальным. Хотя в интервью он осудил Навального. Он сказал, что вы слышали все. Я не видел, но это известно. Нет, он расстался с Навальным, причем по-плохому, да. Важно другое. Он политик. А вот политик чем отличается точно уж, по крайней мере, от любого журналиста? У политика-то точно должна быть позиция. Ну как еще? Это же политик, поэтому должна быть позиция. Что касается журналистики, нужно ли в журналистике занимать? Кстати, Максим Кац допустил, знаете, какую страшную политическую ошибку в одном из своих видео? Он сказал, ну да, говорит, про Россию, когда переворот и так далее. Он говорит, и вот как на Западе все в шоке, потому что все-таки Россия – это самая большая по площади страна мира. Седьмая по населению. И тут я поймал его впервые на имперскости, потому что Россия – девятая по населению. Но все-таки хочется человеку, чтобы она была. Не хочется ему учитывать, что Бангладеш и Нигерия давно обогнали Российского Федерации по населению. Но это ладно, это я мелко придираюсь и шучу, в общем-то, в этом смысле. А ну шучу над теми, кто во всем видит имперскость, скорее, чем над Кацем. Что касается вот этой журналистики, такая или не такая? Да нет, знаете, это какая-то такая традиция BBC, в общем-то. И все, больше-то нигде. И от BBC она, к сожалению, как зараза распространилась, что мы должны быть там вне всего этого. Это не так. Вообще-то, издания выбирают себе направление. Кономист, например, если вы почитаете, он перед выборами пишет, за кого голосовать. На выборах в США перед выборами. Мы считаем. Мы редакции собрались. Мы сделали вывод, что надо голосовать за Байдена или же за Трампа. Другие каналы тоже не скрывают своих симпатий откровенно. Вот этот канал там республиканской направленности, это демократической, что тоже нормально. Ну, а в нашей ситуации так вообще все еще проще. Потому что, ну, предположим, если есть Чикатило и есть 50 убитых им женщин, да, то как бы журналист должен быть нейтральным, в смысле он не должен занимать сторону Чикатило или же жертв. Он должен брать интервью отдельного Чикатило, отдельного милиционера и говорить, ну что ж, вот Чикатило прав вот в этом, этом и этом, а милиционеры в этом, этом и этом. Правильно? Так получается по этой логике. Или все-таки он должен сказать, нет, Чикатило это другое, это преступник, это за границами журналистики. Данная ситуация, Россия за границами любой журналистики, Россия совершает преступления, она ведет преступную войну, о чем, кстати, Макс Касс не раз говорил, слова «преступная война». Потому что он объяснил, что да, говорит, до Второй мировой война не являлась преступлением. Сама по себе война не являлась преступлением, а по уставу ООН является. Поэтому война сама по себе уже преступная. И, значит, если ты знаешь, что это преступник, ну ты как журналист, как можешь выслушивать точку зрения преступника тоже? То есть Чикатиле тоже надо давать слово каждый раз, да, когда его сейчас ищет милиция. Вот это как, вот это и Львова, и Белова, да, с ней, знаете, встретился этот комиссар Дзупи, не комиссар, господи, кардинал Дзупи, он прям комиссар, да. Кардинал Дзупи встретился с международным преступником, который в розыске скрывается от правосудия. Да, мы зрителям напомним, что и ей, и Путину выдали за киднеппинг, за похищение детей, ордер на арест, да. Да, и вот с ней встречается кардинал, посланец Папы Римского, которого у нас принимали в Украине, да. Это что, тоже нормально считается? Встречаться с преступником и с ним просто разговаривать вот так, улыбаться, езжать руки и так далее, вместо того, чтобы выдать его правосудие. Ну, раз человек скрывается от правосудия, надо выдать его правосудие. Увидел Львова Белова, позвони в Интерпол, скажи, вот, сейчас знаю, где находится, не знаю. А он вместо этого встречается, ведет с ней переговоры, и потом нормально все это рассказывает, что как будто так и надо было. Также журналист, он тоже должен со Львова Белова интервью брать, что ли, международным преступникам и торговкой детьми. Это нормально будет считаться? По-моему, нет. По-моему, это за границами.